Привет! Это видео посвящено выбору движка для сайта. Если вы начинающий разработчик сайтов, то не самая простая идея писать сайт с нуля на каком-то языке программирования. Намного проще использовать CMS, систему управления контентом. С ней даже не надо знать программирование. Хотя с такими знаниями ваши возможности расширятся. Самые популярные CMS сегодня это WordPress и Joomla. Но какая из них лучше? Давайте попробуем разобраться с этим вопросом. Начинается создание сайта с установки CMS. Что у Joomla, что у WordPress процесс установки практически одинаковый. И есть два варианта. Первый – воспользоваться удобным хостингом. Например, на хостинге TimeWeb есть специальные тарифы под CMS. Вы получаете 10 гигабайт под 10 сайтов на быстрых дисках NVMe с быстрыми настройками серверов. И 10 дней для пробы хостинга бесплатно. При оплате на год здесь самые выгодные тарифы, можно выбрать еще бесплатный домен и плюс бесплатный SSL сертификат безопасности. Что сегодня очень важно для сайта. А если воспользуетесь промокодом из описания, то получите еще месяц подарок к этому году. Тут и в случае с WordPress из Joomla есть галочка «Установить автоматически». Регистрируемся. Тут все очень просто. Устанавливается Joomla. И все. Не прошло и минуты, как сайт готов. Он уже работает. И в админке можно его настраивать. Если вам нужен еще один сайт, теперь, например, на WordPress, его легко установить прямо из панели управления хостингом. Тут, кстати, как видите, можно установить и другие разные CMS на свой сайт. Нажимаем «Установить», уточняем название сайта, пока что это внутренние пробные домены, и почти моментально сайт готов. Можно зайти как в консоль WordPress, так и на сам сайт. Второй вариант – установка вручную. Тогда нужно загрузить установочную папку сайта WordPress или Joomla на хостинг через файловый менеджер или FTP. Зайти на сайт и вводить в поля желаемой настройки, а также пароли, и CMS установится. Такая установка также проводится в обоих CMS практически одинаково. Следующее, что понадобится – обновление. Сегодня и WordPress, и Joomla постоянно обновляются. Вам в админку поступит сообщение о новой версии и предложит вам обновление. Также и расширения для обоих систем получают новые обновления. Обновляться хорошо. Это помогает защитить ваш сайт. Но иногда бывает, что CMS обновляется, а какое-то установленное на сайт расширение перестает работать. Или правильно отображаться. Потому что не поддерживает новую версию. Я намного чаще встречал такое в Joomla. Не каждое хорошее расширение постоянно обновляется. Также в большинстве случаев хорошие расширения для сайта платные, и такие расширения получают обновления. Если они скачиваются нелегально, то и обновляться не будут. В WordPress, так как он значительно популярнее, намного больше бесплатных расширений, которые постоянно обновляются. И в этом WordPress выигрывает. На всякий случай, особенно в Joomla, советую делать вам резервные копии перед обновлением. На хостинге TimeWeb в панели управления есть такой раздел, и после оплаты тарифа можно полноценно создавать и восстанавливать резервные копии, как файлов, так и баз данных вашего сайта. И если после обновления что-то перестало работать, можно вернуть вчерашнюю резервную копию, и снова все будет как раньше. Многие говорят, что WordPress проще, чем Joomla. Изначально WordPress создавался как блог, самый простой сайт. А Joomla как новостной портал с множеством рубрик, авторов и пользователей, что уже сложнее. Но повлияло ли это на удобство? Давайте сравним, как выглядят админки или панели администраторов обоих систем. Сначала посмотрим WordPress. Тут удобно, что на главной странице он подсказывает, что мы можем сделать для сайта. Слева меню, если мы выбираем создать новую запись, появляется графический редактор, где мы можем создавать новую страничку сайта из блоков. Добавляя блоки, вроде абзацев или иллюстраций, и редактируя их. Ну а справа различные настройки страницы. В принципе, если наловчиться, можно очень просто создавать красивые посты для своего сайта. Также тут есть работа с медиафайлами, с нестандартными страницами и плагинами, которые расширяют возможности сайта. Удобно, что прямо из консоли можно найти нужное расширение в каталоге расширений, вроде как в Play Market, и многие из них бесплатные. Благодаря им WordPress превращается из блога в любой сайт, хоть в интернет-магазин, хоть в доску объявлений. Также с помощью нестандартных страниц и знаний программирования вы можете сделать из WordPress все, что только захотите. В Joomlead же админка выглядит вот так. Никаких подсказок, только полезная для администратора статистика и меню. Также есть большое меню вверху. У нас, кстати, есть бесплатный курс по созданию сайта в этой CMS. Можете использовать. Чтобы добавить новую статью на сайт, здесь есть кнопка «Создать материал». Это также несложно. Есть понятный редактор, в котором можно написать статью и различные подробные настройки. Настраивается здесь отображение страницы, метод теги для поисковых систем и многое другое. А если вам удобнее писать статью не в редакторе, а с помощью HTML-кода, то это тоже можно сделать. У нас на канале, кстати, есть и курс по HTML. Joomla также расширяется с помощью компонентов и различных расширений, модулей и плагинов. На ней можно сделать сайт любой функциональности даже без программирования. Ну а, конечно же, если вы знаете языки программирования, PHP и JavaScript, то границ вообще нет. Интересно ваше мнение. Если вы первый раз видите эти системы, напишите в комментарии, какая вам показалась проще. Мне, например, сложно сказать, что WordPress проще, поскольку первое я освоил Joomla. Мне в ней лично проще работать. Но это, наверное, дело вкуса и привычки. Но в целом имеется такое мнение, что в WordPress проще освоить новичку. В Joomla же больше настроек и новичку нужно будет приложить больше усилий, чтобы сделать сайт таким, как он хочет. Однако этот минус является и плюсом, потому что сайт более гибкий и его можно настроить так, как хочется. Еще один важный вопрос. Какая CMS быстрее работает? Компания iTrack делает независимый рейтинг системы управления сайтами или CMS, основанный на информации о реальных установках на сайтах. Специально обученный паук, программа робот регулярно обходит все сайты в зоне.ру и собирает данные для анализа. Как видите, среди бесплатных CMS, WordPress и Joomla лидируют по популярности. Но по скорости сайты на Joomla в общем быстрее загружаются. Однако это не стопроцентное правило. Все будет зависеть от конкретного сайта. Чем больше будет расширений задействовано, тем больше будет нагрузка на серверах хостинга и тем дольше будет загружаться сайт. Но если у вас хостинг с быстрыми SSD дисками и хорошими настройками, то какую бы CMS вы не выбрали, страница будет грузиться практически моментально. Поэтому рекомендую вам использовать хостинг timeweb.ru Тут, кстати, кроме тарифа под CMS, можете также выбрать тариф общего виртуального хостинга. Самый выгодный здесь Optima Plus. Цена та же, что и хостинг под CMS, но вы получаете уже не 10, а 30 гигабайт на диске, а CMS можете установить после регистрации через панель хостинга. И при оплате сразу на год тут хорошая выгода. А если вы переносите сайт или сайт из другого хостинга, то получите 3 месяца в подарок, и техподдержка бесплатно перенесет сайты за вас. Итак, давайте сделаем выводы. Какую же CMS выбрать? WordPress или Joomla? Вот плюсы и минусы каждой системы. WordPress немного медленнее, но проще настройка, хотя и менее гибкая. Обновление стабильнее. Расширение увеличивает функциональность. Он подходит для небольших сайтов, например, личных страниц, блогов, портфолио, небольших магазинов, а также для сайтов средних размеров. Joomla немного быстрее, сложнее настройка, но зато более гибкая. Обновление требует резервных копий, а расширение также увеличивает функциональность. Есть обучающий курс на ПК без проблем, это тоже стоит учесть. Ну а в целом же Joomla подходит не только для небольших сайтов, типа личных страниц, но и для интернет-магазинов, социальных сетей и даже крупных проектов. Делайте свой выбор и напишите нам в комментариях, какая CMS вам больше понравилась. Очень интересно, какую систему вы поддержите. Оцените это видео своим лайком и подписывайтесь на канал ПК без проблем. Канал о решении компьютерных проблем и работе в интернете. Смотрите и другие наши видео, в том числе курсы по созданию сайтов. До новых встреч в эфире.